Утро продолжается. Настюха у нас, как всегда, учится. У нее уже в понедельник предзащита, да? У нее в понедельник предзащита диплома, а мы с суббота, воскресенье уезжаем, поэтому она прямо сейчас пытается все сделать до пятницы. Невижу. Сегодня какой день, неделя? Четверг. Четверг. Давай, учись. В общем, последние два дня она сейчас, можно сказать, учится, потом уже предзащита и там уже, в принципе, ничего особенного. Так что, поздравляем Анастасисю. Пока два дня, пусть еще помучается. Настяка там открыла сообщение свои в Инстаграме. Оказывается, основной вопрос почему-то, это какое оборудование мы используем, да? Типа какая там камера, не камера. Ну вот у нас все оборудование. Это Mac, Sony. Sony. Это Sony A6000. Самая простая модель. Вместе с этим объективом она стоит совсем недорого. Около 42 тысяч. Этот объектив портретный, который, на который вы видели фотографии у Насти в Инстаграме. Здесь можно делать максимально большое боке. Этот объектив стоит, как эта камера. Ну, это Sony AS300 X3000. Она в руках сейчас. Ну и моя любимая Joby. То есть, только это Manfrotto. Сюда можно прикрепить, поставить хоть что, хоть куда, хоть когда. Отличная вещь, кстати, если кто-то видеоблогер, то я считаю, что это очень прямо классно. Всегда с собой можно взять куда-нибудь, кинуть. И, если что, поставить камеру. Вот и все, в принципе, оборудование. У нас больше ничего нет. Вот и все. Больше нет. Что мы снимаем пока? Да, ну, конечно, хотелось бы еще какое-то оборудование. Стабилизатор, да. Стабилизатор хочется, чтобы с Sony снимать было еще более классно. Потому что можно с нее снимать кадры очень крутые. Я это понял. Особенно с объективом, который портретный. Можно что-то прямо художественное снимать. Но стабилизатор пока не можем себе позволить. Вот, в принципе, и все. Ребят, начать видеоблогером заниматься, это, в принципе, несложно. Даже можно не за 30 начать, можно начать за 3 тысячи. Можно телефон купить. Нет, можно начать за 3 тысячи. У меня была камера, с которой мы начинали. Это был Canon какой-то там, маленький, обычный. Он стоил 3 тысячи. И вместе с ним мы дошли до 30 тысяч подписчиков. Поэтому все в ваших руках. Все зависит только от вас. Мы, кстати, на твичных, да, так вот стримимим. С PlayStation. Беспалево стримим. Мы беспалево, там никого нет никогда. Мы так, чисто кто зайдет, порадуемся, пообщаемся. Сидим. Сейчас будем Mortal Kombat херачить. Ты бьешь. На! Не бейте. Женщина, не стягивайте. Да тихо ты. На, 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 на. Видела, да, какая-то. Да тихо ты, отстань от меня уже. Заматываю, Настюху. Накучай. На бомбеи. Вот там все танцуют, перемачиваются. Ты тоже тебе в NBA? А, что ты не остановишься? Да? А? Ты в NBA? Ты даже не знаешь, как произносится правильно. NBA? Нет, неправильно. Все, иди учим отчасти, пока. Что вся? Вот так вот сильно губками. Там писького нельзя. Э, пописала. Я пошла выбирать платье, как всегда. Мне одно уже понравилось. Ну, мы с Пашей вместе ходили, я его настала мерить. Сейчас приду с мамой и померю его. Может быть, оно не подойдет. Как ты думаешь, это нормально было? Ага. Смотрите, вы так вот идете, а сзади немножечко шлейф. Шлейфовый, это хорошо. Так, на заду. Я уже дома. Купила все-таки платья. И не знаю, сейчас такие сомнения, почему это меня окружает. В голове что-то непонятное, потому что я перемирила столько платьев. Но понравилось именно мне одно. И понравилось мне то, о котором я вообще не думала, что может не понравиться. Потому что я думала вообще брать рыбку. Прямо настойчиво уже была готова к этой рыбке. Но оказалось, что... Ой. Но оказалось, что как-то рыбка... Ну, не то. Потом я померила пышное платье. И оно оказалось очень круто. На мне сидит. И я взяла все-таки остановилась на пышном. В общем, много платьев мерила. Мерила, потом выбирала между двумя платьями. И... Блин. Я не знаю. Там, где я купила платье, там нельзя было снимать. Опять же, это вообще прискорбно. Не знаю. Нигде не разрешают снимать. Это очень грустно. Но... Оно мне действительно понравилось. Но оно не очень дешевое. И из этого мне как-то вообще не по себе. Прямо вот вообще. То, что может быть я вообще зря это все сделала. Вообще зря. Ну, хотя оно очень красивое. В общем, сомнения... Такое бывает. Думаю, что все будет хорошо. Думаю, что Пашке оно понравится. Хотя, не знаю. Мы вообще без разницы на все. Но... Сейчас приду с мамой и померю его. Может быть, оно не подойдет. Как ты думаешь, оно нормально было? Оно... Должно ему понравиться. Иначе им некуда деваться. И вот такое вот кружево там еще. Настя показывает мне, какое платье оно купило. Мне так нравится твое платье, Настя. Это ткань. Очень крутое платье. Да. Да? Да. Мне очень нравится. Смотри, какой класс. Ну, и с увознительной, я думаю, будет. Ну, у тебя совершенно... Ой, сидит как хорошо на тебе. Вообще прекрасно. Я тоже думала, когда я мерила. Я еще, знаешь, выбирала долго вообще. Мне нравится. Слушай. Ну-ка, если на попке как будет смотреться? Я могу вот так просто. Ну-ка. Можно вот это даже не делать. Настя, я знаю, что там. А, во. Слушай, отличное платье. Видели? Видишь, тебе понравилось. Я тебе говорил, понравилось. Ну, замечательно. Ну, вот и все, друзья. Подходит еще один день к концу. Настя уже валяется. Я уже сижу готовый. Потому что сейчас мы будем стоять в «Форсаж 8». Наконец-то он вышел в отличном качестве. В этом году я отказался уже идти на этот фильм в кино, потому что мне маленько уже неинтересно. Последние были две части, наверное. Но все равно хочу повторять в отличном качестве. Он наконец-то появился в интернете. Вот. Ура. Ура. Мы это пираты с Настей. Все. Пираты, короче, хотят спать уже, отдыхать. Всем вам желаем сладких снов, приятного дня, приятного аппетита, чего вам там сейчас необходимо. Счастья, здоровья и уже до завтра. Потому что сейчас скоро наступают выходные, в которые у нас большие планы. И мы к ним готовимся. Поэтому сейчас дни подготовки идут не сильно шибко-весело, но зато совсем скоро вы увидите кое-что особенное. Чув-чув.